Все-таки вы работаете в офисе, а производство в любой компании будет отличаться. Но что, соответственно, она мне сказала? Это, конечно, компания российская, но это не самый дикий, хардкорный вариант российской компании. Действительно, она там, когда общалась с HR-менеджером, она может не всегда там… Чисто по стилю коммуникации там были отличия, если сравнивать, например, с клиентами западными. То есть такая более прямолинейная, более прямолинейный, простой стиль коммуникации. Она как бы сказала, что к преимуществам компании можно считать то, что меньше, чем в западной компании, нужно постоянно быть в роли. То есть если в западной компании мы берем, не знаю, Coca-Cola, на селе нужно всегда, так сказать, быть условно, да, с только затянутым галстуком, улыбаться, быть позитивным, вот, постоянно демонстрировать личностные компетенции. Вот в Маруон можно как бы более расслабленной быть собой. Вот. Но ничего как бы критичного, вот в плане взаимодействия с компанией, она мне не говорила. Ну, иногда просто спросишь, какие компании есть, что консультантам рассказать. Я общалась еще с консультантом, который некоторое время назад закрывало довольно много проектов, как раз в сфере продаж. Вот. Они, конечно, в основном работали с региональными сотрудниками. Естественно, региональные сотрудники, они как бы меньше испытывают на себе влияние корпоративной культуры. То, что касается каких-то базовых вещей, например, регулярность оплаты, условия работы, ну, как бы кандидатов устраивает. То есть все говорят, что там регулярные выплаты, заработные платы, вот, то есть никто не уходил, никто не убегал из-за того, что был ужас от того, что в компании происходит. То есть если люди уходили, это было связано с их карьерным развитием. То, что касается организации компании, у них генеральный директор настранец, вот, топ-менеджеры в основном россияне, топ-менеджеры россияне все, но там есть такая тенденция, что они подпирают на топ-менеджерские позиции сотрудника, людей, которые до этого работали в западных компаниях. То есть, например, у них там есть коммерческий директор, у них бывший сотрудник компании Пепсико, ну, а там Месса Кока-Колы у них есть, топ-менеджеры. То есть они стараются таких, блядь, компетентных сотрудников с рынка, управленцев. А вот эти вот информации... Ну, это в большей степени касается руководящего персонала. Может быть то, что у генерального директора бывают такие идеи, например, вот, нужно все взять и поменять. То есть там могут быть какие-то структурные изменения. И это может быть стрессом для людей. Но это в большей степени будет затрагивать как бы руководство. То есть над вами там будет достаточно много уровней, вот ты их там можешь тормить, а до вас эти волны, они как бы могут в меньшей степени долетать. Вот. А тот, например, чар-менеджер, в котором она работала, была как бы совершенно такая вот приятная, любезная, без каких-то, не знаю, критичных моментов, на которые можно было обратить внимание. То есть как бы российская компания, но без каких-то, не знаю, вот из три консультанта мне все три не говорили ничего как бы такого, что обращает на себя сильное внимание, заставляет насторожиться. То есть если резюмировать, мне кажется, что можно определенно столкнуться с тем, что корпоративная культура, она может в чем-то отличаться от того, как это было, в частности, например, в Лейвен устроено. Это может быть на каком-то степени менее структурированная, вот больше свободы инициативы можно проявить, да, но может быть больше свободы инициативы проявляют другие сотрудники. То, что касается каких-то моментов в отзывах, ну, здесь как и мы, так и консультанты «Энкор» говорят, что ну вот лучше как бы это не читать, потому что ну как бы не совсем понятна мотивация человека, который это писал. Но вот микроклимат в коллективе, он в любом случае всегда будет зависеть от руководителя, от тех людей, которые работают. Поэтому здесь, честно говоря, никто вообще никогда, кроме инсайдера, которые работают в том же коллективе, точно вам не скажут, чего ожидать. Поэтому как бы мне кажется, как бы 80-20, то есть какой-то процент риска есть, что что-то не понравится в плане корпоративной культуры. Но он, наверное, в большей степени зависит от, наверное, конкретного коллектива руководителя.